Притчи, глава шестая. Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя так, как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравия и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силою она слаба, но мудростью почтена. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь неленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душа его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь Отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник и наставление свет, И назидательные поучения путь к жизни, Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, От льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, Да не уловлен будешь очами твоими, И да не увлечет она тебя ресницами своими, Потому что из-за жены блудной Обнищевают до куска хлеба. А замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, Чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, Чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, Кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, Не останется без вины. Не спускают в вору, если он крадет, Чтобы насытить душу свою, Когда он голоден. Но будучи пойман, Он заплатит всемера, Отдаст все имущество дома своего. Когда же прелюбодействует с женщиной, У того нет ума. Тот губит душу свою, Кто делает это. По бою и позор найдет он, И бесчестие его не изгладится, Потому что ревность, ярость мужа, И не пощадит он в день мщения, Не примет никакого выкупа, И не удовольствуется, Сколько бы ты не умножал даров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова